Реформа роддома вызвала скандал в Верхнем Уфалее. Жительниц города возмутила информация о том, что рожать им теперь придется в 180 километрах от города. Это два часа езды. Местный роддом якобы закрывают из-за малого количества родов, а большинство женщин сами предпочитают ездить в Кыштым или Челябинск. Одноразовые носочки, шапочка и распашонка. Медсестра одевает новорожденную малышку. Таких крох в роддоме Верхнего Уфалея появляется на свет не более 300 за весь год. Поэтому в Минздраве считают нецелесообразным его содержание. Такие учреждения в ведомстве называют маломощными. Теперь женщинам из Верхнего Уфалея предлагают рожать в роддоме Кыштыма. Он уже принимает пациенток из Нязя Петровска и Кослей. Есть четыре родзала. У нас есть родзал в том числе для женщин инфицированных, ВИЧ-инфекции и другие инфекции. У нас есть палаты для совместного пребывания мать и дитя, палаты патологии беременных. У нас организован круглосуточный пост врачей-апшоров-гинекологов, врачей-неонатологов. В структуре учреждения есть отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реаниматологии, в том числе для новорожденных. Однако женщины стали возмущаться. Свои опасения они высказывали на интернет-форумах. Якобы не успеют вовремя получить медицинскую помощь. До Кыштыма ехать около часа, до Челябинска больше двух. Сомнения женщин развеяли сами медики. Пояснили, что получать помощь в других городах будут только те, кто имеет осложнение беременности или нуждается в особой квалифицированной помощи. Транспортировать их будут санавиации, а здоровые женщины по-прежнему будут рожать в верхнем уфалеи. Неотложную экстренную помощь у нас оказывают акушеры, гинекологи. Да, их 4 человека в городе всего. Но график дежурств составлен, работы у них много дежурствами, и всей экстренной необходимой помощью они будут обеспечены.